В предыдущих уроках я дала основные этапы редактирования фотографического изображения. Теперь хотела бы перейти ко второму разделу теоретического курса, который посвящаю фото иллюстрации и фотомонтажу. Начнем с цветового тона и температуры. Поехали! Существует хроматическая и ахроматическая гамма цветов. Остановимся подробнее на первой. Цветовой круг условно делится на теплую и холодную половину. На контрастные и нюансные цвета. Контрастные находятся друг напротив друга и отлично подчеркивают друг друга, но при смешивании дают серый, что на простом языке означает грязь, которую нам не стоит допускать. Смешивание нюансных цветов, которые находятся рядом, дает нам еще больше вариаций нюансных цветов. Как это полезно для нас? Поскольку мы не работаем с чистым цветом, эта информация нужна нам для оценки и планирования цветокоррекции. В общем, доля черного в объекте отвечает за тон. Желтого за тепло, синего за холод. Не понимаем ни этих простых моментов за грязь в работах начинающих художников. Еще раз подчеркну, что каждый отдельно взятый цвет может быть холоднее или теплее, в зависимости от присутствия в нем синего или желтого. Теперь попробуем применить это дело на практике и вжарить сладкий капкейк в тарелочку вместо не очень аппетитной яичницы. Итак, вставили. Избавляемся от яйца. Определяем фронт работ. Желтый и коричневый теплые по определению. Но я переместила капкейк из теплого золотого окружения в холодное серое и температуру необходимо поправить. Ориентироваться будем на нейтральные белые. Такой себе иллюстраторский вариант баланса белого получается. Теперь, ориентируясь на количество черного в тени чашки, я набираю тень на капкейке. Смотрим. В фольге все еще осталось много теплых рефлексов от предыдущего окружения. Убираю его. Ну и работаю с нюансами. Окончательно привожу в соответствие светотень, рефлексы, фокус на расстоянии. И вау-ля! Приятного аппетита! Фотографии до и после можно рассмотреть на страничке курса. Надеюсь, этот урок был полезен, а в следующий раз поговорим о перспективе. Пока!